Одно из первых соглашений с Роскосмосом. Наша область станет базой космических систем Арктики. В Поморье предстоит развить национальную сеть высокоточного позиционирования. Это особая арктическая система, которая будет представлена группировкой космических аппаратов для проведения космического мониторинга. После подписания соглашения сегодня планируем создать центр компетенции в Архангельске конкретно, для того, чтобы начать работу по использованию результатов космической деятельности, по внедрению здесь его. Это первый город, первая область в Арктике. И по результатам нашей деятельности мы будем ее распространять на всю Арктику. Спасибо вам большое. Соглашение с Росатомом о сотрудничестве в области комплексного освоения арктической зоны страны предполагает строительство на новой земле горно-обогатительного комбината. Объем инвестиций в регион составит 27 миллиардов рублей. Это работа на десятилетия вперед. Мы ориентируемся примерно на конец 2021-2022 год запуск работы горно-обогатительного комбината. Значит, в горизонте до середины этого столетия это рабочие места, это налоги, это привлечение предприятий Аркангельской области ко всем производственным цепочкам, которые будут развиваться в этом практически новом промышленном кластере. Проблему предпринимателей, работающих на севере, Игорь Орлов поднял перед вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Речь идет о льготах. Районные северные надбавки, оплата проезда к месту отдыха и обратно – все это своим работникам обязаны обеспечить работодатели в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Непосильная нагрузка приводит к закрытию предприятий, либо переходу их на серые схемы. Губернатор предложил отрегулировать ситуацию на государственном уровне, например, компенсировать частным компаниям затраты, которые они несут, выполняя требования трудового законодательства. Очень хотелось бы насытить те льготы, те преференции, которые уже ранее были сформированы с государством, а, кстати, многие из них нам попали еще с советских времен, насытить новым содержанием, полезным и предметным для предпринимателя. На форуме стартовал международный проект «Дети Арктики». Его участники, в том числе правительство Архангельской области, подписали дорожную карту по реализации специальной программы для ребят дошкольного возраста из числа коренных малочисленных народов. У нас в Архангельской области нет национальных школ, нет национальных детских садов, но есть представители малых коренных народов. И поэтому для нас это соглашение наиболее важно, потому что вместе с коллегами мы сможем реализовывать самые лучшие практики по сохранению языка народов, по изучению культуры, традиций. И начинать это будем с дошкольного возраста. По поручению губернатора Игоря Орлова правительство региона подготовило предложение о поддержке рыболовецких колхозов по морю. В дни работы форума их озвучили на уровне руководства Росрыболовства. Проблема в том, что по новой государственной программе субсидию из бюджета на строительство судов и квоты получают только те рыболовецкие хозяйства, кто готов приобретать и строить крупно-тоннажные суда. Но в Архангельской области в основном используются средне-тоннажные суда, то есть рыболовецкие хозяйства остаются без квот на вылов рыбы. Я надеюсь, наши аргументы будут услышаны, и мы будем продолжать работу для того, чтобы интересы рыболовецких предприятий Архангельской области были учтены в полной мере в плане выделения инвест-квот. Соглашение с компанией Россети обеспечит централизованное электроснабжение Мизенского и Лишуконского районов, относящихся к арктическим территориям России. Для надежности подачи электричества там построят две подстанции и протянут линии электропередачи из Архангельска и Северодвинска. 12 тысяч населения живет сегодня вне единой энергосистемы страны, и сегодня мы подписали с вами документ, где мы берем на себя обязательства за счет наших средств с помощью вашей перспективной поддержки. Развитие прямого транспортного сообщения между Архангельской областью и Норвегией должно последовать после встречи Игоря Орлова с министром иностранных дел Норвегии. Это предполагает возобновление прямого авиа- и морского сообщения между Трамсё и Архангельском. Есть очень интересная инициатива о возобновлении прямого воздухного сообщения между Архангельском, Мурманском и Трамсё. Это авиакомпания Fly Viking, которая хочет открыть такие рейсы. Строительство спорткомплекса под яхт «Клуб Арктика» станет следствием подписания четырехстороннего соглашения между администрацией Архангельска, правительством региона, северным морским пароходством и московской компанией «Север Групп». На территории существующего парусного центра «Норд» пройдет масштабная реконструкция, появится здание спортшколы, будет обустроено место водной стоянки судов. Мы считаем, что это даст новый толчок развития, в том числе, может быть, таким достаточно футуристическим направлением, как там яхта ледового класса, как каждый помор должен будет иметь возможность управлять. Гендиректор арктического транспортно-промышленного узла «Архангельск» Сергей Кокин озвучил на форуме сроки строительства глубоководного морского порта «Архангельск». К нему приступят уже через три года. Потенциальные инвесторы проекта – представители китайской компании «Поле Интернашнл Холдинг». Размер инвестиций в этот проект оценивается в 150 миллиардов рублей. На данный момент с китайскими партнерами находимся на достаточно высокой стадии проработки. Выходим уже на обсуждение концессионного соглашения. По нашим планам в 2018-2021 году мы планируем завершить проектную стадию и после нее выходить уже на строительство. В высокой степени готовности находится еще один глобальный проект, за который давно бьется Архангельская область – железнодорожная «Магистраль Белкомур». На форуме по нему шла активная работа. Президент Владимир Путин говорил о значении Белкомура для нашего региона и страны в целом. По предварительным расчетам, при реализации Белкомура только рабочих мест дополнительно откроется около 28 тысяч. Для того, чтобы приступить к реализации проекта, необходимо подтвердить со стороны государства заинтересованность в заключении соглашения по типу концессии. Соглашение о сотрудничестве с РЖД предусматривает полную модернизацию станции Архангельск-Город. Реконструкцию вокзала планируется провести в два этапа. На первом изменится прилегающая территория, появятся новые стояночные и парковочные места, будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. Во вторую очередь проведут модернизацию объектов самого железнодорожного комплекса. Все должно быть завершено к 2019 году. Мы на условиях софинансирования договорились о том, что в ближайшие полтора-два года будет сделано обследование вокзала, будут проведены проектно-изыскательские работы, разработаны ТЗ и выполнены проектирования с точки зрения того, что сам вокзальный комплекс, я надеюсь, преобразится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова